Евангелие от Луки 8 глава сегодня было о начальнике синагоги Аире и кровоточивой жене и вот святитель Иоанн Златоустый в одной из бесед своих говорит об этом так и называется беседа о жене кровоточивой и так когда ты видишь возлюбленный что Христос нисходит с горы и опять восходит на гору приближается к озеру приплывает море идет через поля города и деревни вместе с его земным хождением вспоминая его небесное пребывание не забывай сидения на херувимах не оставляй без внимания божественного ради человеческого не придавай забвению неба не забывай что слово сделалось а плотью как восхотелось до слова стала плотью как плоть она ходит как слово прибывает как плоть восходит на гору как слово восседает на херувимах как плотью испытывает ради меня свой свойственное мне как слово без труда творит дела отца своего притворив воду в вино в кане она отверзает двери света брением и перстом воссоздав зрение она сказала прокаженному хочу очистить матфея 8 глава и по слову его болезни не стало встань говорит он расслабленному и слова его послужило тому вместо ног и вместе с повелением больной получил способность ходить пришел он и в дом и аира и печаль эта часть смеилась радостью вот и сегодня окруженный толпой народа он испускает свет из края одежды и в потоке веры останавливает течение крови что именно поведал нам сегодня евангелист свидетельствуя о много различной пользе веры был говорит он некий начальник синагоги ревнитель закона моисеева и наставник народа по имени и аир единственное утешение даровала ему природа единородную дочь за которой ухаживала толпа слуг как требовал тому обычай отчадолюбивого отца но как оказывается неведомо для себя он воспитывал ее не в наследнице себе а для преждевременного погребения как какая-то тяжелая какая-то тяжелая болезнь напав на нее довела ее до смерти отца лишила всех надежд возлагавшихся на нее но не поколебала веры отца этот дар тот час идет и аир к спасителю и просит его прибыть в дом его господь с готовностью спешить на этот зов и встав и аир пошел за ним матфея 9 глава но смотри верный какое благочестивое насилие предпринимает предпринимается женщину какое мудрое устроение устрояется воровство какое безопасное хищение замышляется слабым созданием так как спаситель спешил на зов и аира то и путь этот ему предстояло совершить поскорее и вот в это то время рассказывать евангелист женщина 12 лет страдавшего кровотечением подойдя сзади прикоснулась к радио одежды его ибо она говорила сама в себе если только прикоснуться к одежде его выздоровею этот врач рассуждала она привел к пришел с неба он не предписывает дорогих лекарств не режет тело ножом не причиняет боли он понимает природу женщины потому что родился а девы матери как сам благоволил он не гнушается тайных недугов потому что ведает все тайное я женщина и подвержена недугу постыдному и скрытному и страдаю постоянным течением кровей и неудержимым током нечистых выделений и вот я такому именно источнику какой и иду я и вот я к такому именно источнику каков он нужно мне прибегнуть чтобы без огласки получить исцеление моего постыдного недуга ведь закон с такой болезнью и приближаться к кому-либо не позволяет а если не удастся мне остаться незамеченной и я буду обнаружена не обвинят же меня в том что я ради исцеления решилась на такую дерзость и не лишат мин того что уже похитила вера и так дерзай вера становись к рулю и устремиться волны этого моря народа чтобы моё поврежденное телесное судно привести в желанную тихую пристань одна капля его помощи без труда может остановить поток моей крови рассудив так сама собою она отваживается на крайне смелое дело и не время и не времени не боится ни бедностью не останавливается и не множество народа не считает но все это преодолев верой или за или лучше сказать при помощи веры она незаметно прикасается к одежде владыки и благовременно похищает нужное ей исцеление уверовав что соединение с ним положит конец ее страданиям так и случилось то час исцелена была от недуга своего 12 лет день за днем за днем год за годом влачила она свою свою жизнь все время истекая кровью но все еще не умирая первый год пришлось ей испытывать страдания и боли пошел второй год и тайна на этой несчастной и и тайна на этой несчастной начала начала шуметь по городу наступил третий год и она начала испытывать сведения жил жил и мускулов настал четвертый год и кровь била из нее ключом пятый год и отовсюду стекались а врачи обнажив члены недоступные взором мужчин исполнился шестой год а ее положение становилось все более ужасным седьмой год и несмотря на громадные издержки поток крови ее продолжал садиться неудержимо свершился и восьмой год и врачевание ее признали свое бессилие врачи врачеватели протек девятый год и она удалилась покидая ее в жертву полную отчаяния приблизился десятый год и у женщины не осталось больше ни денег ни здоровья одиннадцатый год и никто не являлся на помощь страдалицы начитывался двенадцатый год и вот последний час явился врач дочь исцеляющий прикосновением словом и верой встретив его и исполнившейся веры его возможности исцеления она получила тот что желала но пришла в трепет узнав что остаться незамеченной ей не удалось в самом деле что сказал спаситель кто прикоснулся ко мне ибо я чувствовал силу исчезшую от меня лука весьма восьмая глава видишь возлюбленный какова сила веры какое чудо совершила она в одно мгновение ободряя ту которая в молчании трепетала от страха и ублаготворяя и ублаготворяя врача так церковь избранная из язычников поревнав этой кровоточивой женщины и верой приблизившись к владыке в молчании в молчании прекратила нечистый ток законных кровей и получив наименование дочери сделать матерью многих по древнему свидетельству потому что у оставленной гораздо более детей нежели у имеющий мужа исаи 54 глава под имеющие мужа разумеется здесь синагогу для которой был мужем закон начальник синагоги сегодня призывавший владыку возвратить ему скончавшуюся дочь аминь аминь